Всем привет! Сегодня у нас в программе очень-очень-очень молодой город. Название ему Сентенеал. Вы представляете, что этому городу 20 лет. Вот так вот, всего лишь, навсего. Город был основан 7 февраля 2001 года. Интересно, что название города тоже взято не с потолка. Это название взято с никнейма или клички другого альтернативного имени Колорадо. По-другому Колорадо называют еще Сентенеал Стейт. Это означает, что вековой штат, то есть штат, который присоединился к Соединенным Штатам Америки ровно через 100 лет с начала существования декларации о штатах объединенных. Здесь это называется Сентенеал Ер, то есть 100-летие или век. То есть этот штат присоединился ровно спустя 100 лет или ровно спустя век. Так называют Колорадо. И, в общем, в честь этого события этот город и назвали, и этот город называется Сентенеал, вековой. В городе живет всего лишь 100 тысяч человек. Ну, казалось бы, не так уж и много, но в Колорадо крупных городов тоже немного, поэтому этот город находится аж на 11 месте. Основной фишкой формирования этого города было обещание того, что в этом городе налог не будет превышать 1%. Однако, сдержать, так сказать, обещанное не удалось. И на текущий момент здесь налог составляет 2,5%. Хотя, все равно, это достаточно низкий налог среди всех городов Колорадо. Основные, как сказать, цифры налогов кружатся вокруг цифры в 7%. Так что, если вы хотите покупать дешево продукты или меньше платить налоги за еще что-нибудь, то Сентенеал это как раз то самое место, где надо селиться или куда нужно ездить в магазины, чтобы сэкономить пару копеек на налогах. Я в предыдущем своем видео рассказывал про непонятки наименования городов в расположении Авроры и Сентенеал. Я говорил о том, что тут все переплетается, да, что один дом может числиться за Сентенеалом, другой дом может числиться за Авророй. В общем, да, я тут, когда стал разбираться и изучать именно Сентенеал, то мне стало более-менее немножечко понятно, что произошло. Потому что в информации про город Аврора этого не было написано нигде. А на самом деле, вот эти земли раньше и принадлежали Денверу, Авроре и Иглвуд. И эти земли, так сказать, начали отходить постепенно Сентенеалу в результате голосования. Потому что здесь обещали, так сказать, меньше налоги и всякие разные другие плюшки. Короче говоря, вот этот город Сентенеал, он возник на основе уже существовавших ранее других городов и оттяпывал от них территорию благодаря присоединению тех или иных улиц, кварталов и домов к Сентенеалу для того, чтобы, ну, так сказать, люди пытались сэкономить на налогах. В общем, оказывается, вот такая вот простая достаточная история возникновения такого драного и непонятного этого города. А пока я тут рассказывал про налоги, мы заехали в квартальчик, к которой вы обратили внимание наверняка, что здесь очень-очень большие у людей участки. Это все по-прежнему Саддл-Рок. Это место называется Саддл-Рок-Ранч. Если вы не видели видео про квартал, где мы живем в Авроре, то да, это место тут все называется Саддл-Рок. Тут куда ни повернись, все вокруг, всякие разнообразные Саддл-Роки. И конкретно вот этот Саддл-Рок относится к Сентенеалу. Интересно, что по ходу изучения всяких разнообразных мест становится понятно, все где, откуда выберется и как происходит. Если в одном месте не написано, то в другом месте может быть написано. Так вот постепенно-постепенно начинает картинка складываться в общее. Этот район Саддл-Рок-Ранч, он называется Ранч, чтобы подчеркнуть, что здесь у людей типа Ранча, типа большие-большие земельные наделы. И это, да, видно, видно, что тут конкретные такие земельные участки, совсем не маленькие дворики. Большинство домов американских, они как раз-таки такие, что со двора вышел там, два раза повернулся и все, и привет на этом двор закончился. Есть дворок, конечно, и побольше, но их не так много. В общем-то, мы когда искали себе дом, было достаточно сложно найти предложение, в котором был бы большой бакьярд. Не так много больших бакьярдов, потому что земля здесь дорогая. И я так полагаю, что вот эти вот товарищи, это, конечно, мое предположение исключительно, но оно основано на том, что в Авроре налоги все-таки повыше, чем в Сентенеале, поэтому эти товарищи дружненько проголосовали и перебрались в Сентенеал, чтобы как можно меньше платить за вот эти свои участки, земли там и все остальное. Да, конечно, этот дележ земли привел к большой путанице, и зип-код здесь может принадлежать одновременно сразу к нескольким городам, и почтовым отделением здесь достаточно сложно работать. И из-за того, что деление произошло не так давно, а некоторые территории продолжают присоединяться, непонятно, к чему в реальности относится тот или иной адрес, потому что в некоторых системах он, может быть, числится все еще за предыдущим городом, а в некоторых уже обновлен до того, что это Сентенеал. В общем, конечно, крул. А вообще, мне, если честно, очень понравилось, что здесь многие районы названы почему-то итальянскими именами. Например, вот мы сейчас с вами проезжаем мимо двух, как это сказать, Нейбархудов. С правой стороны вот сейчас мы видим, это Нейбархуд называется Тосканы, а слева Сиена. Вот такие вот тут мини-Италии находятся. Это очень, конечно, забавно и прикольно, что они там даже пытаются построить мини-атрибуты итальянские такие. Знаете, клубхаус, например, в итальянском стиле, какие-то заборчики в итальянском стиле, там здания небольшие. Да, конечно же, основная застройка, домики, они, конечно же, все американские, все такие вот доски картонные, но тут никуда не денешься. Но вот, например, видите, вот вышка, это бассейн, у них Тосканы написано. И да, вот он уже выполнен в таком немножечко типа итальянском стиле. Это очень, конечно, забавно. С точки зрения русскоязычных иммигрантов, то этот город достаточно сильно, как и Аврора, населен русскоязычными иммигрантами. Он вообще населен иммигрантами. Да, тут очень много и китайцев, и индусов, тут и корейцев, и кого-то только нет. В общем, это точно такой же город, как и Аврора. В общем-то, это бывший кусок Авроры, если можно так сказать, в прошлом. Да, здесь сохранилось вот это вот, как это сказать, большое-большое наличие разнообразных культур, разных иммигрантов. И это, конечно, вносит свой вклад, и прикол, и интерес в этот город. Ну и, конечно же, вот эти вот просторы. Это очень-очень классно, то, что в Америке землю вот так вот, не знаю, не берегут, да? Но мне, с другой стороны, нравится, что здесь не ставят ничего вот так вот один на один, не уплотняют, не ставят посреди двора, как вот у нас в Минске было, например. Там все возмущались дико, но вариантов не было. Ничего ты с этим не поделаешь. Когда был двор-колодец, внутри двора-колодца был такой дворик, типа с детской площадкой, решили детскую площадку снести и поставить на это место дом-свечку. Это вообще караул просто. Здесь, конечно, такого нет. Здесь, вот смотрите, просторы, просторы, поля, кусты, леса, деревья, дома. Короче, да, здесь сразу видно, что земли хватает всем, и никто не парится на эту тему. Несмотря на то, что земля, конечно же, очень дорогая. Я, наверное, немножечко отвлекусь от темы города Сентениал. Просто хочу обратить внимание, насколько здесь чистенько, аккуратненько стрижены все газончики, какие классные тротуары, какие дорожечки сделаны для пешеходов. Да, проезжая часть где-то, возможно, потрескалась, ну, потому что здесь такой климат, что я вообще удивляюсь, как при таком климате здесь дороги держат в таком офигенском состоянии, когда здесь ночью минус, днем плюс, днем палит солнце, ночью идет снегопад, когда здесь постоянно замерзает и размерзает все, причем в таких солидных-солидных перепадах, там 10-20 градусов, особенно зимой, так это вообще караул, и они умудряются дороги все равно держать в достаточно хорошем состоянии. Это, конечно, очень удивительно. Это не только касается Сентениал, это вообще касается, наверное, всего Колорадо, это очень удивляет. В общем, у меня к вам вопрос. Найдете вы где-нибудь в моих видео мусор? Если найдете, то очень хотелось бы, чтобы вы отметили временные отметки. О, здесь валяется мусор. Мне хочется посчитать, что сколько-сколько мусора можно найти благодаря моим поездкам. Это, конечно, будет задача непростая, но мне кажется, что с ней можно справиться. Это будет нелегко. Желательно это видео, наверное, смотреть на каком-нибудь большом экране, да еще с лупой рассматривать внимательно-внимательно в поисках валяющихся бумажек или какого-нибудь иного, другого мусора. Вообще, между делом, мы выехали на основную улицу Арапаха. Это улица, вдоль которой, в общем-то, и распространяется весь город. Этот город, он такая длинная-длинная кишка, который, так сказать, одет на эту улицу и немножечко выступает за ее пределы то в одну сторону, то в другую. Если вы не видели мое видео про бизнес... Ой, не бизнес-центры, про автомобильные центры, про дилеров на этой улице Арапаха, я когда отдавал свою машину в очередной раз менять масло, я как раз отдавал ее здесь, в городе Сентенниел, на этой улице Арапаха. Можете посмотреть, я там походил, поснимал, так сказать, эти дилерские центры, и какое их здесь огромное количество. В общем, надо сказать, что да, я понимаю, почему все бизнес-центры сюда перебрались на эту улицу, и если по этой улице Арапаха ехать, то жилых кварталов и жилых домов здесь достаточно мало. В основном здесь всякие разнообразные бизнесы находятся. И я понимаю, почему. Потому что они все хотят попасть в Сентенниел, для того, чтобы тупо экономить и меньше платить налогов. Я очень надеялся на то, что будут видны самолеты, которые идут на посадку. Обычно, когда по этой улице едешь, их видно, то один летит, то другой, то третий, то пятый, то десятый. Тут их в таком большом количестве летает. Но в тот момент, когда я здесь катался, к сожалению, что-то как-то самолеты особо не летали. В общем, померьте мне на слово, в этом городе есть аэропорт. Этот аэропорт тоже называется Сентенниел Аэропорт. И что самое интересное, что этот аэропорт был так назван до появления города Сентенниел. Вот так вот. То есть этот город не назван... Ой, этот аэропорт не назван в честь этого города. Этот аэропорт свое название получил за 30 лет до появления города. Об этом я нигде не прочитал, но это мои догадки. Мне кажется, что именно поэтому те, кто решил основать этот город и зацепились за это название Сентенниел, потому что там уже был аэропорт с таким названием. Если вы в курсе про историю и как это что было, и я ошибся, и мои догадки не верны, обязательно напишите об этом в комментарии, чтобы мы знали правду, а не, так сказать, мои догадки. Но мне интересно, конечно. Мне кажется, что это произошло где-то близко, так сказать, к этому. Где-то истина рядом. А еще интересно, что это улица Арапаха. Она пересекает Интерстейт 25, да, трассу 25. И город Сентенниел этой трассы разделен ровно пополам. Ровно две части. Одна с одной стороны, другая с другой стороны. Трасса 25. И все вдоль вот этой вот улицы Арапаха. Даунтауна в этом городе нет. Вот так вот интересно. Ну да, так как город молодой, новый, в общем, даунтаун построить пока еще не успели. Но зато сделали центральный парк рядом с центральными зданиями, где находятся все руководства, так сказать, города. И там находится в центре детская площадка. Вот так вот интересно они решили сделать. Вот мы сейчас с вами подъедем. Я не выходил из машины, не гулял и не снимал эту детскую площадку. Если вам очень интересно, вы, конечно, об этом не скажите. Тогда я в следующий раз сниму, схожу, покажу вам эту детскую площадку, которая считается центром города. Ну и вообще мне очень прикалывает, что вот, да, как бы мы привыкли, что у нас в центрах города там какие-то памятники, да, там что-то связанное с правительством, что-то связанное с войной, там или еще с какой-нибудь слабудой непонятное, но никак не с детством. В этом городе центром города считается детская площадка. И уже вокруг этой детской площадки располагаются суды, полицейские участки, администрация там и все такое всякое разное. Вот мы как раз сейчас подъехали вот здесь вот, вот видите, эти два таких красивых здания. Это бизнес-центр. И впереди нас ждет парк с детской площадкой. Вот так вот оно выглядит. Вот где-то вот там вот на горочке с такой вот красивой ступенькой туда наверх и находится эта самая детская площадка, которую можно объехать по кругу. А вокруг этой детской площадки располагаются, вот видите, с левой стороны всякие разнообразные здания, где уже находятся бизнесы и административные и всякие разнообразные штуковины. Я, конечно, не сильно силен в географии других странах, но, может быть, есть еще где-то такие города, где центром города является детская площадка. Расскажите, мне тоже интересно было бы знать. А вот тут вот домики мне просто понравились. Домики такие где-то обычные американские, а где-то вдруг внезапно какой-то скандинавский стиль нарисован. Непонятно, с чего бы вдруг. Но выглядит неплохо. Очень забавно выглядит статистика переписи населения. Перепись населения здесь сделали всего лишь два раза в жизни этого города. в 2010 году и в 2020 году. И рост населения составил 8%. Я считаю, достаточно неплохо для такого маленького городка. И прежде чем продолжить рассказывать интересные факты про Сентеннел, я вам расскажу, куда мы с вами поедем. Я сейчас вот тут не туда свернул. Придется развернуться. Идея моя была показать вам, почему люди выбирают этот город и почему здесь селятся и кто здесь селится. И самое интересное, что здесь живет огромнейшее количество IT-специалистов. И это, наверное, связано в первую очередь с тем, что работодатель номер один здесь это Comcast. Comcast это глобальный интернет-провайдер, который существует по всей Америке. И это работодатель номер один в этом городе. Они, конечно же, кроме интернета предоставляют еще целую кучу разнообразных услуг в виде телевидения, там еще целая-целая куча всего. Если вам интересно, можете сходить почитать про то, что такое, кто такое Comcast. Я на этом останавливаться не буду, но это работодатель здесь номер один. Дальше мы с вами поедем в Денвер Техцентр. Это, так сказать, такое место в Денвере, где скучковалось огромнейшее количество IT-компаний. Так сказать, местный IT-парк. И, конечно же, жить возле Денвер Техцентра очень дорого. И мы с вами туда заедем. Несмотря на то, что это видео про Сентенниел, мы посмотрим также и на Денвер Техцентр. Просто потому, что большинство сотрудников этого Денвер Техцентра все-таки живет не там, потому что там очень дорого, и там мало места, и всем там невозможно устроиться. И огромное количество этих людей живет в реальности в Сентенниеле. И Сентенниеле из Сентенниела ездят туда на работу. Нельзя сказать, что они не расползлись дальше. Конечно же, они расползлись и по остальным городам, и Highlands Ranch, и Авроры, и вообще по всей Денвер Эрии. Но Сентенниел, он так как ближе всех к Денвер Техцентру, то здесь, конечно же, процент их сильно выше. Второй по мощности самый крупный работодатель здесь это Eru Electronics. Если честно, я до этого никогда не слышал этого названия. Возможно, я просто очень темный. Но говорят, что это очень крупная контора по производству микросхем, радиодеталей и вообще радиоэлектронного оборудования. Если вы когда-нибудь слышали и знаете, и кто из нее, и что, и где собирает, расскажите, было бы очень интересно узнать. Я, например, до того, как стал изучать про этот город, про эту ферму, ничего не слышал, хотя вроде бы в IT не первый день. Но вот как-то эта компания прошла мимо меня. На третьем месте здесь компания под названием United Healthcare. Это компания страховая, специализирующаяся исключительно на медицинских услугах. Ну, я думаю, тут все понятно. Ну, вот да, она здесь вот так вот оказывается третий по размеру работодатель. Следующими в списке идет компания под названием United Launch Alliance. Это совместная компания, сформированная Boeing и Lockheed Martin. И они создали компанию, которая занимается запуском космических кораблей в космос. Если вы внимательно смотрите мой канал и смотрите обзоры всех городов, про которые я рассказываю, я, конечно, еще пока не про все города в Колорадо рассказал, но уже есть какой-то список. Интересно, запомнили вы или нет, в каких из этих городов, про которые я рассказывал, нету космических компаний. Просто интересно, запомнили вы или нет, зря я это рассказываю или нет. На пятом месте здесь компания под названием Openheimer Funds. Я, если честно, не знаю, кто это, что это. Ну, это какой-то, короче говоря, фонд. Ну, и так понятно, чем все эти фонды занимаются. И вот, да, интересно, что здесь у нас на пятом месте какой-то такой очень-очень крупный фонд. Ну, как крупный фонд? Я не слышал про него. Наверное, сам фонд, может, и не крупный. Но сотрудников он в этом городе нанял много. Следующее – это Nordstorm Bank. Это отделение компании Nordstorm, которое занимается продажей люксовой одежды. Да, такое, типа, премиум-класса. Такие дорогая-дорогая одежда. Такие вот дорогие бренды, супердорогие. И у них есть свой банк в этой, так сказать, сети. И вот этот банк здесь имеет огромное количество сотрудников в этом городе. Ну, что, переходим к седьмому месту. И на седьмом месте у нас компания Sierra Nevada Corporation. Казалось бы, тут... Причем здесь Colorado, Nevada. Ну, вот да, у них здесь находится офис. И он достаточно огромный. И они, знаете, чем занимаются? Опять космические разработки. Да караул какой-то. Все Colorado покрыто космическими разработками. В общем, эта компания занимается системами безопасности и разработкой компонентов для самолетов и космических ракет. Ну, что, спустимся с небес на землю. Следующая компания на восьмом месте. Это Zillow Group. Вы наверняка неоднократно слышали, что если надо искать недвижимость, то надо ее искать на сайте Zillow. Да, это один из самых крупных здесь поисковиков. А также брокер недвижимости. То есть они не только предоставляют площадку покупли-продажи, но и сами покупают и продают недвижимость. И да, вот здесь, вот в этом Сентенеале этот работодатель занимает аж восьмое место. А вы знали такой интересный прикол, что Zillow, эта компания, была сформирована бывшими, как это сказать, директорами компании Microsoft? Ну, так, для интереса. А вдруг вам интересно? А между тем мы с вами доехали до Денвер техцентра. Если вы посмотрели внимательно на знаки, которые мы с вами проезжали, то там красовались цифры ДТЦ. Там ДТЦ Вали, туда-сюда, и всякие разнообразные штуки, связанные с ДТЦ. Вот он, этот самый Денвер техцентр. Да, здесь не только бизнес-здание, не только высотки, где люди работают, но и жилые дома, и жилье здесь стоит караул как дорого. И да, не каждый себе может позволить здесь жить. Хотя, если честно, судя по тому же Zillow, про которое мы только что говорили, свободных мест там не так уж и много. Так что да, несмотря на то, что здесь очень дорого, свободных квартир не так уж и много. Ну и что интересно, да, здесь жилых домов, именно вот как домов, как мы живем, таких вот частного сектора, здесь не так и много. Здесь, конечно же, в основном бизнес-высотки и квартиры. Да, потому что так дешевле. Несмотря на то, что это дико дорого, все равно так дешевле. Именно поэтому те самые айтишники, которые хотят жить в доме, а не в квартире, начинают искать, что есть, где, где вокруг, чё, куда. И да, выбор падает на Сентеннил. Ну так уж получается, что там уже и цены демократичные, и дома есть, а не только квартиры. В общем, да, если вы, конечно же, не хотите жить в домах, то квартирки здесь очень даже прикольные, очень интересные. Мы сейчас с вами немножечко покатаемся по этому самому техцентру, посмотрим на эти самые бизнес-высотки, бизнес этого квартала, и посмотрим на квартирные дома. Да, то есть сами квартиры мы, конечно, смотреть не будем, и цены я изучать не буду. Если вам интересно, вы можете пошариться на том же сайте Zillow, или Apartments, или ещё каких-нибудь сайтах недвижимости посмотреть. Но здесь точно, однозначно, квартирки не дешёвые. Хотя выглядят они где-то с какой-то точки зрения, мне кажется, даже и простовато. То есть в других местах можно найти многоквартирные дома, которые выглядят сильно красивее, сильно интереснее, ну, по крайней мере, на мой взгляд. Мне так показалось, что тут, конечно, эти квартирки очень-очень сильно упростили, удешевили. Не знаю, это мой личный взгляд. Скажите вот как вам, как вам кажется. Сильно они упрощенные или не сильно. Ну что, надо же закончить наши топ-10 работодателей. На девятом месте находится компания S&P Global. Это компания Trader. Они занимаются покупкой, продажей акций, ценных бумаг, там и всего-всего всякого разного прочего. В общем, знайте, что здесь у них очень много рабочих мест, если вы заинтересованы работать именно в сфере инвестиционного бизнеса. Ну что, надо заканчивать наши топ-10. И на последнем месте компания, которая называется Sikker Engineering. Ну и как вы думаете, чем занимается эта компания? Ну, как и водится, большинство компаний в Колорадо, она занимается разработкой космических технологий. Они специализируются на разработке разнообразных электронных систем, модемов, радиопередатчиков для космических технологий, для космических кораблей, спутников там и всякого разного. А еще я хочу вам рассказать такой отдельный прикол про школы. Наши школы, это опять проделешь территории между городами. Маша наша ходит в среднюю школу, и прямо рядышком с ней, жопа к жопе, стоит хайскул. То есть, миддлскул и хайскул. Так вот, миддлскул находится в Авроре, а хайскул находится в Сентенеле. Вот так вот интересно. Маша в этом году ходит в миддлскул, которая находится в Авроре, а в следующем году пойдет в хайскул. И ей даже не надо будет переходить дорогу, поскольку оно все находится в пределах одного и того же участка земли, так сказать, одного и того же квартала. Но это хайскул уже находится в Сентенеле. Вот так вот. Конечно же, я вам показал не весь Сентенел, и, конечно же, я рассказал далеко не все. У меня отснято еще полчаса видеоролика, но, если честно, я уже устал рассказывать и разговаривать. Наверное, для того, чтобы рассказывать и говорить больше, надо больше опыта. В общем, конечно же, я поднаберусь, и, конечно же, буду рассказывать и больше, и дольше, тем более, что у меня об этом в комментариях на постоянной основе, просят, чтобы мои ролики были длиннее. Ну, вот этот ролик, конечно, сильно длиннее, чем все мои предыдущие, хотя абсолютно не покрывает весь отснятый мною материал про этот город. Но я обещаю, что я продолжу про него рассказывать и показывать. И это далеко не все, что я хотел про этот город рассказать. Вот, кстати, это Highway 25. Мы здесь сейчас проезжаем ровно через середину города. Да, и да, да, возле этого хайвея находится Денвер техцентр. И да, здесь находятся квартиры, а жилые дома, они, конечно, находятся немножечко дальше. На этом, наверное, на сегодня хочется закончить, закруглить. Я думаю, что вам уже надоело смотреть на эти дороги, и глаза закружились тоже. А может быть и нет, расскажите, как вам такое длинное видео с дорогами, с разными видами, так сказать, из машины направо и налево. Я, конечно же, хочу продолжать рассказывать и снимать. Мне просто интересно ваше мнение. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока-пока.